Государственная научная библиотека имени Крупской объявила конкурсы видеороликов на лучшую библиотеку по предоставлению доступа к электронным ресурсам Национальной электронной и президентской библиотек. Центральные районы библиотеки идею подхватили и сразу начали подготовку к участию в конкурсе. Тем более, что несколько месяцев назад здесь был открыт бесплатный доступ к Национальной электронной и президентской библиотекам. Их ресурсы дают возможность для проведения научных исследований, а также для самостоятельного изучения истории России. Конкурс, конечно, впервые проводится, поскольку электронные ресурсы, Национальная электронная библиотека и президентская библиотека – это не очень давно существующие ресурсы. И конкурс как раз направлен на популяризацию их среди населения и, соответственно, на повышение компетенции библиотекарей, чтобы лучше разбирались в предлагаемом продукте. Готовясь к интерактивной программе и выставке «Назад в СССР», главному библиографу Марине Андриановой пришла идея сюжета видеоролика. Когда мы узнали, что проводится конкурс клипов, мы решили, давайте вставим промоушен нашей программы и нашей выставки как раз в этот клип. Мне кажется, будет как раз интересно. И на всю Московскую область заодно разрекламируем нашу выставку и программу. Воплотить задумку в реальность было не так просто, как это могло показаться. После того, как сотрудники библиотеки перебрали архивы, они приступили к съемке своего первого короткометражного фильма. Покажи мне ее. Нет, подходит, но не совсем. Этот конкурс очень важен для всех библиотек Московской области, ведь в случае победы поднимается уровень рейтинга учреждения, показатели которого учитывают при распределении областных субсидий. Заявок поступило много, а результаты будут известны уже в начале августа.